Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие телезрители Мора Блога! Хартограмма красивая, блядь, да? Да. Я няшка? Да. Убрёшь, блядь? Конечно, было. Что-то не как в прошлом блоге, у нас в очереди. Ну, как в прошлом блоге. Ура! Что-то как в прошлом блоге. Я-то радует. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ты же сам, пауза, да? Вас приветствует Мора, это Мора Блог. И, ну что я могу сказать, пятница, Мора Блог по пятнице возвращается. Это девятнадцатая серия второго сезона. Ну тут аплодисменты мы ставим, конечно. Ничего вставлять не будет. Сегодня, как вы знаете, уже сентябрь. В прошлый раз был не сентябрь, а сегодня уже сентябрь. Что значит сентябрь? Значит, всё, гуляшки заканчиваются. У кого есть камера, те, конечно, бегут с камеры на улицу, ТФП, листочки, а у кого нет. Но, чтобы скатать унылые осенние вечера, можно делать что? Правильно, смотреть фильмы. А чтобы выбрать фильм, у вас есть кто? Правильно, мы. И сегодня в гостях у нас снова очаровательная Мэри Джейн. Так мы её выгнать из студии и не сумели за эти две недели. Живёт тут на коврике, ночует. Так с морского стола косточки ест. Ну, веганы, мы мясо не едим. Косточки, пожалуйста, это же не мясо. И сегодня я прошу в кадр очаровательную Мэри Джейн. Возьмёт себе сейчас подушечку, наверное. Даже поможет ей с подушечкой. Давайте, как в детском саду. Раз, два, три. Марусенька! Нет, детском саду не так, да, клопали? Здравствуйте, Мэри Джейн. Здравствуйте. Хотели бы мы сегодня со зрителями Моры Блога и с вами, любезнейшие, обсудить фильмы? Да. Два! Какие фильмы мы с вами сегодня обсуждать? Я обсуждаю грустные фильмы для загруза. А я буду в это время попытаться скрасить весь тот мрак, тьму и готику, что Мэри Джейн сегодня вам привнесёт. И несколько более лёгкие фильмы вам посоветую. Ну что же, Мэри Джейн, я даю вам слово. Итак, первый фильм. Первый фильм, который вы хотите обсудить, как он называется? Эксперимент. Эксперимент. Сюжет пересказывать бессмысленно. Просто посмотрите. Та-тра-там, отличный фильм. Фильм о социальном эксперименте над простыми гражданами США. Ура, я поддержу тебя. Где-то человек 30 и на две недели их запирают в закрытые помещения, где над ними нет никакого контроля. И что получится с этим вот действом, вы можете узнать, посмотрев фильм. От себя лишь замечу, что этот эксперимент призван смоделировать ситуацию, происходящую в современных тюрьмах. И эксперимент очень удачен. То есть он как раз-таки показывает ситуацию в современной системе, как нельзя лучше. Ну, в общем, мы не помним, как его зовут, но он ему очень нравится. Хорошо. Он играл в пианисте в фильме «Учитель на замену», который мы тоже вам очень советуем. В общем, чувак снимается в серьезном кино. А не то, что всякие. Вот, вот, вот. Всякие. Ну-ка, тут не надо про всяких-то в сторону смотреть. А если вы вдруг все-таки решили посмотреть фильм «Эксперимент», то наверняка вы загрузились. И чтобы хоть немного после этого фильма прийти в себя, я осветую вам фильм «99 франков». Чтобы вы еще больше загрузились. Этот фильм, снятый Яном Куниным, французским режиссером, снятый в 2007 году, повествует о... Это экранизация. Более того. Известнейшего романа Фредерико Бигбедера. С аналогичным названием. «99 франков». Фильм повествует... О тяжелой судьбе. Копирайтера. Пиарщика. Рекламщика. Жанна. Героя Жанна Дюжардена. От себя могу заметить, что... Там хороший саундтрек. Отличный саундтрек. В фильме появляется сам Фредерик Бигбедер аж три раза. Но интересный факт, что сам роман был написан в 2000 году, опубликован. А роман Пелевина «Generation P» был опубликован в 1999 году. Что наталкивает нас на мысли о том, что... Украл идею. Украл идею. А-та-та. Видите, а вот мы Россию хаем-хаем. Оказывается, у нас, у русских людей, у людишечек русских, тырят идею всякие Фредерики Бигбедеры. Ну, а по самому скажу, что, скорее всего, конечно же, идея не заимствована, что совершенно два параллельных... Романа. Как известно, очень часто мысли, рождающие в информационном поле, одновременно подхватываются в двух разных точках планеты. В принципе, и философская конва романа очень разная. Вот так вот. Второй грустный фильм на сегодня — это «Последняя любовь на земле», которая в русском прокате называется вот так вот странно. На самом деле, фильм не совсем о любви. Точнее, фильм свежий 2011 года. Ещё попахивает заводской красочкой. Там снималась Ева Грин и... Юэн Макгрегор, который, в свою очередь, также снимался в великолепнейшей комедии с Джиллом Кэрри «Я люблю тебя, Филипп Моррис». Ну вот. Фильм повествует о ещё одном варианте «Конца света». О каком, я вам не скажу, потому что в этом-то вся и загвоздка. Замечу, что фильм тяжёлый, как и первый. И детям до 16 лет лучше подождать, когда им исполнится 16. Ну, Мэри Джейн вам лёгких фильмов посоветовать не станет. Я думаю, что в лучшем случае это будут... Беготин, во! Беготин? Артхаус. Скажем так. Переводчик, сольный перевод. Беготин, артхаус, фу. Опять-таки, если вы вдруг посмотрели его, и вы ещё живы, ещё смотрите мой блог, что уже приятно. Я советую вам довольно лёгкую комедию «Любись у меня, если осмелишься» 2003 года, режиссёр Ян Самуэль. Как бы то было не парадоксально, мои друзья, с которыми я смотрел этот фильм, совершенно не заценили этот фильм. Федерико Бигбедера также есть роман «Любовь живёт три года», в котором вы можете найти примерно похожие переходы, сюжетную линию и философскую конву, как уже успел заметить мой хороший друг Мэри Джейн. Ну и, наконец, самый, пожалуй, мрачный фильм из наших мрачных фильмов – это «Меланхолия» Ларса фон Триера. Фильм проставился не только своим вариантом апокалипсиса, но и скандальным случаем на Каннском фестивале. Когда Ларс фон Триер заявил о том, что он очень уважает Гитлера. После этого случая, естественно, я тут же должен был заколоть медузу и поставить чёрный шарик под нос. Фильм прекрасен также чудесной музыкой Вагнера. В общем, слушайте Вагнера, смотрите Триера, будьте интеллектуальными. Будьте интеллектуальными. Маша сегодня била у нас всевозможными тяжёлыми фильмами. Я же продолжаю загружать вас по Франции. И фильм 2011 года, который называется «Неприкасаемые». Не скажу, что это весёлый фильм. Я скажу, что это драма. Позволю себе заметить, что в фильме снимается Франсуа Клюзе и Амарси. И, ну, на мой субъективный взгляд, фильм довольно хорош. Души и сердцу он даёт очень многое. Однако он не такой тяжёлый, не такой загрузный, как всевозможные фильмы, которые может посоветовать вам очаровательная Мэри Джейн. И что же я рекомендую его к вам? Настоятельно рекомендую его к просмотру. Но мы прекрасно с вами. Мы с вами реалисты. Живём с вами в реальном мире. Понимаем, что не все фильмы хороши. И никто не говорит, что фильмы, которые назовём мы сейчас, действительно отвратительны. Итак, это фильм «Война богов» бессмертная 2011 года. Просто. Ну, вообще, американцы любят снимать про мифологию, но снимают они очень плохо. Там Зевс, который такой молодящийся юноша в золотой тоге. Ну, в общем, просто плохой фильм. Просто хороший боевик. Ну, а от себя я замечу, что нашумевший фильм «Неудержимый» 2010 года. «Неудержимый 2» обсуждать не буду. Я ещё до него не добрался и вряд ли до него доберусь. Под режиссурой известного актёра. Муа! Качка Сталлоне. Честно говоря, мне его советовали неоднократно. Я совершенно не понимаю. Это типичный фильм Сталлоне. Действительно, либо я долгий, либо я ещё не дорос до таких фильмов. Но я не догнал практически ни одной из шутки, которая там есть. Смотреть все приёмы. Ну, смотреть фильм ради приёмов, да, ну, не круто это совершенно. Но боевик он и вафрике боевик. Ну, можно, наверное, на разгруз какой-нибудь посмотреть, когда хочешь, чтобы мозг отдохнул. Но вообще смотреть что-то, читать что-то, чтобы мозг отдохнул, это не самое правильное употребление. На сегодня наш киноклуб. Киноклуб, да, я предлагаю завершить, закончить. Спасибо тебе большое, что ты пришла снова в нашу студию. Я тоже очень рада. Всё будет хорошо, ты, главное, не волнуйся. Я, главное, не волнуйся. Всё будет замечательно. Спасибо тебе. Всем пока. С вами была Мэри Джейн. А так как Мэри Джейн наконец-таки ушла и в нашей маленькой студии, села рядом с Хаймерой и не палит то, что я говорю, скажу, что осень это также время для выхода новых серий любимых нами сериалов. Ходячие мертвецы. По всей тяжке. Спасибо тебе, Ира. Сериал Игра престолов. Спасибо, Маша. Все остальные, кто мне насоветовал Игру престолов. И, конечно же, отбросы, которых сложно не любить. Чтобы не только о фильмах. Так вот, как вы просили меня уже давно рассказать о фильмах, которые мне нравятся, я за сегодня сделал. Более того, сегодня был приглашенный гость. Приглашенный гость, спасибо тебе. Сегодня с приглашенным гостем мы зашли на портал Форум Спринг, где я давно уже не появлялся, каюсь. И пару вопросов, на которые я, наверное, сегодня опять отвечу. Хотя вопросы очень часто повторяются. Уважаемые жители Форум Спринга, если вас не затруднит, я был бы очень вам благодарен, если бы вы смотрели сначала блог, а потом задавали вопросы. По той простой причине, что на одни и те же вопросы отвечать по сто раз просто утомляет. А вопросы были, опять-таки, на некоторые категории разбитые. Вопрос о поступлении. Поступил ли я куда-то? Да, я поступил. К сожалению, это не Государственный институт русского языка имени Пушкина в Москве. Это глубоко нами любимый, с приглашенным гостем, Петрозаводский государственный университет. Это факультет филологических наук. В общем, не думаю, что проучусь тут дольше года, но, как уж повелось, я учусь на филфаке снова. Ура! Вторая категория вопросов, это вопрос о городах, которые я хочу посетить. Дорогие друзья, в города во время учебы другие я езжу редко. В основном это действительно Питер и Москва. Там и там у меня есть много друзей, там и там у меня есть где остановиться. Там и там я знаю, чем заняться. В городах Екатеринбурге, Киеве, Минске, Краснодаре я не был. Если вдруг кто-то из зрителей Мураблога прямо жаждет лицезреть меня или меня и приглашенного гостя, то наверняка мы бы сразу все могли приехать, но, скорее всего, это уже будет ближе к лету, когда будет тепло, хорошо, и можно будет добираться туда с топом. Но если у кого-то есть личный самолет, то вы также можете его с нами выслать, и мы с радостью к вам прилетим. Все свои поездки я обычно анонсирую хотя бы за пару недель, даже поездки в Питер и в Москву. То есть о них я говорю заранее. Смотрите на страничку. Про Чупу и Пташника. Да, вы просили рассказать о том, как я подкрылся с Пташниками, Чупой, с АВМ. С Пташником знакомство произошло тривиально. Владимир меня пригласил в Москву на съемки косметического ремонта. Да, косметический ремонт уже вышел, да, вы можете его найти в сети. Нет, меня там нет, потому как там все очень четко порезали. По-моему, господин Чупа меня нашел, если я не ошибаюсь. И, в общем-то, долго-долго мы переписывались, потом мы встретились, увиделись. Ну и что из этого вышло, вы уже имели радость наблюдать. Аккаунты на сторонних сайтах, окромя как ВКонтакте, Ро и Стихи, Ро. Я также есть на Фейсбуке, но я до сих пор не могу разрулиться с аккаунтом. Буквально в течение недели, я надеюсь, что я с ним разберусь. Также будет заведен аккаунт на портале Прозору, потому как действительно на стеночке ВКонтакте выкладывать Прозу дело не очень статочное. Но как только будет аккаунт на Фейсбуке красиво оформлено, так сразу я о нем и сообщу. И про Прозору то же самое. Ну что же, я напоминаю, что следующая 20-я юбилейная серия 2-го сезона Мора Блога будет заключающей для 2-го сезона. Я искренне надеюсь, что перерыв между 3-м и 2-м сезоном не затянется на 3 месяца, как в прошлый раз. А спонсор записи сегодняшнего Мора Блога это футболки от Селену Лестад. Заказывайте, конечно же, да. А также соки от противотабачной компании. Пей сок, не кури. За сок. 99 франков, посмотрите обязательно. А я прощаюсь с вами. С вами были Мора и... И Мэри Джейн. И, конечно же, Патрик. И, конечно же, спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!